Мне самому тяжело, что отстаньте от меня. Значит, ты не лидер. Лидер – это человек, который способен переваривать пищу жизни. Пища приходит, ты ее переваришь. Не тошнит тебя от нее? Ты ее перевариваешь. Причем нормально, у тебя хорошее пищеварение. Ценой? Я сейчас скажу, какой ценой. Ценой? Добрых дел, пожертвований, аскез и молитвы. Другой цены? Нет. Все остальное – это уже твои внутренние способности, понимаете? Вот хорошее пищеварение у человека достигается с помощью нескольких вещей всего. Режима дня – это аскеза. Если вовремя поел – переваришь. Нет, значит, будет тошнить. Второе – движение. Вот человек двигается, бегает, у него все будет перевариваться, понимаете? Потому что огонь пищеварения вырабатывается с помощью движений. Третье – качество пищи. Если ты ешь всякую дрянь, значит, тогда у тебя ничего не переварится. А дрянь ты ешь, потому что не различаешь – хорошее и плохое. И третье – это кто и как готовил твою пищу. Если говорить о пищеварении в отношениях с людьми, то все эти качества, которые я перечислил, тоже имеют место быть. Вот, например, если ты, ну, как бы, с людьми вместе не работаешь, то есть ты, ну, как бы, ты, типа, начальник сверху, не трудишься, значит, ничего не будет перевариваться. У тебя все застрянет в горле, потому что ты не работаешь, не вкладываешь силы. Второе – делай все вовремя, что есть время на все. Когда, допустим, ругать подчиненных? В начале рабочего дня или в конце? И как? В конце все погубить. Потому что в конце у них не будет сил переварить это все, что вы скажете. Если вы боитесь в начале рабочего дня ругать подчиненных, то это хорошо, потому что вы их поругаете правильно. Ну, то есть, видите, время имеет значение. Вечер – это время невежества, опасно все делать. Человека может вообще мозги сорвать. И он устал с работы, его поругать, если он пойдет домой, там, попадет под машину. С ним что-то, может, плохое произойти. Ну, ладно. Ну, то есть, ваше пищеварение в отношениях с рабочими, с вашими работниками зависит не от того, как вы сейчас это все переварите, а от того, что было с вами до этого, что вы делали. Поймите это. Вы скажете вопрос, что переваривать. Конечно, иногда лучше вообще не переваривать. Лучше даже это не кушать. Но это тоже вопрос познания. То есть, ну, надо ли разговаривать не с этим человеком или просто его уволить? Тоже вариант мышления правильный. Иногда не обязательно разговаривать. Уволил и все. Потому что разговаривать будет хуже. Ты не переваришь. Подонков переварить невозможно. Вот. Ты ему ничего не объяснишь, не докажешь. Он просто мерзавец. И ему надо подарить весь мир. Вот. Не дать ему возможность дальше общаться с тобой. Такое тоже может быть. Это правильный подход. Не переваривать, не контактировать с этой пищей. Правильный подход в жизни. Но я говорю сейчас о том, что лидер это тот, кто умеет переваривать. А не лидер это тот, кто не умеет. Вот и все. Вот единственное различие. Понимаете, если человек постоянно гнусит на работе, он старший, то он не лидер. Вот допустим, у вас есть какой-то лидер на работе, и он постоянно ноет. Эти люди ему не нравятся, те не нравятся, он всеми недоволен, он не лидер. Его надо увольнять. Хотя он специалист хороший, все классно, но он не лидер, потому что он не может управлять людьми. Чтобы управлять людьми, надо научиться их переварить. И это называется позитивное мышление. Таким простым, банальным, забитым словом называется. Позитивное мышление означает, добро сильнее зла. Добро означает, что все будет хорошо. У тебя есть силы переварить все, что угодно. А допустим, когда начинается война в стране, тоже кто-то должен сказать, все будет хорошо. Хотя ничего хорошего нет. Понимаете, это означает, что человек и эту ситуацию переваривает, и он за всех тогда может за собой повести в бой. Я никакие предсказания не делаю, сейчас не волнуйтесь. Я просто вам как бы гипертографирую ситуацию, чтобы вы поняли, что одни лидеры могут много переваривать, а другие мало. И все это зависит от того, насколько сильное благочестие у человека в сердце. Насколько он сделал много добрых дел, чтобы он мог стерпеть все, что угодно. Понимаете? Вот эта вот способность стерпеть все, что угодно и называется лидер. Человек, который может повести за собой людей. И эта способность, она формируется вот этими четырьмя вещами всего. Добрые дела, пожертвования, аскезы и молитвы. Но формируется по-разному. Вот добрые дела просто человека делают добрым. Он ко всем хорошо относится. Птичек кормишь, птичек любишь. Нищих кормишь, людей любишь. Земельку барахлишь, допустим, там сажаешь, природу любишь. Вот человек делает добрые дела, в какую сферу он бы не влез с добрыми делами, везде он получает любовь. И если человек все любит, это какой человек, значит? Хороший. Хороший человек. Добрый. Лидер должен быть хорошим человеком, понимаете? Если он не хороший человек, то в него никто не будет верить. А если в лидера никто не верит, то ему надо много-много менеджеров нанять, чтобы они контролировали людей. А если в него все верят, то ему не надо много менеджеров, потому что люди сами будут себя контролировать. Они будут сами вдохновлены совершать деятельность, и будет полный порядок на работе. И сейчас даже в эту сказку никто не верит. Говорит, как это вообще возможно, чтобы был полный порядок? А такое возможно. Потому что мы, опять, видите, мы в управлении, очень важно договоренность с людьми, прописать все, поставить ему планки и зарплаты. Все как бы в отношениях с человеком учесть, чтобы он нормально работал. И есть одна вещь, которую мы с самого начала не учитываем, это его вера в вас, как в старших. Если он верит в вас, как в старших, он будет нормально работать. Но эти все вещи я не отменяю. Там не договорились с человеком, а потом сами смотреть, что дальше будет. Я не отменяю, я просто вам говорю, что есть еще другая сторона медали, которую мы вообще сейчас не знаем, не учитываем. А если эту сторону медали учитывать, легче жить, ставить намного. И эта сторона медали формируется вашей деятельностью и жизнью в нерабочее время. И в рабочее время тоже. Но в рабочее время человек себя расходует. А в нерабочее должен копить. Вот лидер должен своими делами добрыми в нерабочее время копить силы на то, чтобы общаться с своими подчиненными. А если у вас нет сил с ними общаться, значит вы мало делаете добрые дела. Вот и все. Это простой критерий. Скажет, ну с такими Олегом Геннадьевичем, как у меня, общаться вообще невозможно. И все равно я вам говорю, вы делаете мало добрых дел. Потому что вот каких вам Бог дал, таких дал, это значит по вашим силам. Теперь вам надо делать столько добрых дел, чтобы переваривать этих людей. Или выгонять. Научиться понимать, с кем работать, с кем нет. Что делают пожертвования с человеком в этой связи? Они дают ему проницательность. Человек видит, кто есть кто. Что делают добрые дела? Добрые дела дают возможность тебя воспринимать хорошо другими людьми. Ты когда добрые дела делаешь, тебя все любят. А чтобы тебе различать, кто тебя любит. Потому что ведь иногда тебя любят, и человек вроде тебя любит, и ему работу дал. Господи, зачем же я в это поверил? Вот. Ты должен сам видеть. Пусть человек тебя любит. Он считает, что я хорошим человеком. Но ты должен понять, он сделает работу или нет. Он способен на это или нет. А это уже пожертвование. Ты с мудрыми людьми общаешься, ты жертвуешь, чтобы тебе... Ну, ты жертвуешь кровь, а тебе отдают знанием назад. Откровениями какими-то духовными тебе отдают назад. И вливают в тебя благочестие в виде благословений, привязанности к священным писаниям и так далее. То есть ты становишься... Принимаешь ценности от старших с помощью пожертвований твоих. А что ты еще им можешь дать? Вот что ты им дашь старшим, чтобы назад получить от них то, что у них есть? Что ты им дашь? Есть одно хорошее пожертвование, называется служение старшим. Это высокий уровень очень. Я даже об этом не говорю. Если человек уже служит старшим, у него есть старший, он им служит. Им не надо ходить на мои лекции. Им не нужны мои лекции, потому что он все это уже знает. Понимаете? Служение старшим является таким видом пожертвований. Что значит служение старшим? Что значит тебе наставник говорит, вот это делай, вот это не делай. И ты делаешь. Это очень круто. Это значит, что все его сила духовная в тебя сразу вливается тут же. Просто потому, что ты это делаешь. И веды объясняют, почему так происходит. Потому что у человека есть своя судьба. И все происходит по нашей судьбе. В нашей судьбе. Но есть исключение. Исключение заключается в том, что если ты живешь не своей жизнью и не своими мыслями, а мыслями старшего, то тогда старший твою судьбу берет на себя. А ты на себя берешь его судьбу. Насколько ты ему веришь и насколько он тебя принял как ученика, настолько этот закон работает. А если это на 100%, то твоей судьбы уже нет в твоей жизни. А есть только его удача и мудрость. Представляете, какая сила в этом во всем. То есть, если ты отказываешься от своего понимания вещей в пользу старшего, а это должен быть настоящий старший, действительно, ты должен еще в этом разобраться. Понять, кто старший, кто нет. Потому что иногда бывает слепая вера. Старший тебе говорит, продай дом, отдавай мне все деньги. На добрые дела. Ты продал, отдал ему деньги. Он потом, оказывается, на эти деньги не то что-то сделал. И ты остался без дома. Страшные вещи происходят в этом мире. Из-за неправильной веры в старших. Потому что надо разобраться еще, кто такие старшие. Старшие это те, у которых есть старшие. Они находятся в цепи определенной преемственности. Там все по правилам. Там не может быть никакого. Ну и, естественно, старший никогда не будет тебя лишать твоего развития в этом мире. То есть, продай все, иди в монастырь. Не рановато ли? Вот в чем вопрос. Поэтому я с вами не разбираю эту тему. Служение старшим это тоже еще один вид деятельности. Он выше всех стоит, которые побеждают судьбу. Но этот вид деятельности очень сложен. И поэтому человек должен пройти определенные этапы. Первый этап – это стремление к истине. Второй этап – изучение разных священных писаний. Третий этап – выбор своего священного писания. Потом четвертый этап – выбор веры внутри этого священного писания. Пятый этап – вдохновение теми людьми, которые тебя окружают. Шестой этап – привлечение к теме, кем они вдохновлены. Это старшими их. А потом они тебе, их старший, покажут, что самый старший. И ты его выбираешь духовником своим. Ну, то есть, это такой длительный процесс, который человек должен поступенчато пройти, чтобы он пришел вот к этому понятию служения старшим или служения Богу. Что одно и то же. Потому что без старших Бога нет. Если человек думает, я служу Бога, служу Богу, но старших у меня нет. Надо тогда спросить Бога, а ему это надо? Потому что Бог во всех священных писаниях говорит одно и то же. Если ты хочешь меня служить, служи моим слугам. Тем, кто в меня верит, они тебе объяснят, как мне служить. А так ты сам не знаешь. Итак, что такое аскезы? Вот, допустим, добрые дела делают человека добрым. Он всем нравится. Пожертвования делают проницательным человеком, мудрым. Он способен понять, кто есть кто. С кем связаться, с кем нет. Кого переварит, кого не переварит. А вот есть еще аскезы. Такая интересная вещь. Что же такое аскезы? Аскезы, вот это когда ты просто бежишь и слушаешь лекции на духовную тему. Куда бежишь? Уже не имеет значения. Имеет значение сколько. Пост, это тоже аскезы. И неподвижное положение тела. Часто люди в храмах стоят на службах, вот так не двигаются. Ночные в день и там и так далее. Зачем люди так себя ведут? Какая цель? Это имеет глубокий смысл. Допустим, когда человек не ест, постится. На воде, допустим. Лучше на воде, не на сухо. Потому что на сухой пост, это опасный пост. Для продвинутых людей и не для здоровья вообще. Он для духовной силы предназначен. Пост на воде хороший, он очищает организм, лечит человека. Продевает жизнь. А что делает он с точки зрения лидерства? Как лидер, какое качество лидер получается с помощью поста? Какая сила? Аскез всегда дает силу человеку. Пожертвования дают удачу. Добрые дела дают удачу. Пожертвования, удачу плюс мудрость. Мудрость – это тоже удача. Аскезы дают силу. Способность преодолевать трудность. И пост. Какую трудность человек преодолевает, когда он постится? Какая сила? Контролировать желание. Желание контролировать. Супер, отлично. Давайте я вам, вот вы правильно сказали. Я вам сейчас просто подытожу, скажу главную вещь, которую вам надо запомнить. Много чего пост дает, но самое главное, он дает способность отличить истину от лжи. И когда человек постится, он становится проницательным. Да, чутье. То есть он может определить, куда идти, куда не идти, куда вкладывать деньги, куда не вкладывать. Сколько дней, Олег Геннадь, сколько дней? Один день в неделю. Целый сразу вопрос, целый? Можно не целый? То есть смотрите, самое главное в аскезах правило, правило такое в аскезах, самое главное правило, запомните. Делайте аскезу так, чтобы она вам не навредила. И делайте ее так, чтобы она вас не перегрузила. Вот, допустим, я пощусь до обеда каждый день уже 15 лет. Всегда я пощусь до обеда. Но целый день я не пощусь. Только редкий случай. Мне проницательности хватает. Просто до обеда и все. Но 15 лет. Видите, важно стабильность. Но я изучал в молодости, у меня был друг, который писал диссертацию по длительным постам. И он заметил, что люди, когда длительно постятся на воде, по 10-15 дней, они улучшают здоровье. Но у них страдает потом психика и адаптация в обществе. То есть они становятся напряженными в результате. Они, ну, психически. То есть они становятся очень чувствительными к тому, что происходит. Им тяжело контактировать с людьми и становятся. И они становятся в конечном счете асоциальными. Причина, почему так происходит, потому что у них очень сильно утончается психика. Смотрите, то есть когда мы долго постимся, но при этом не совершаем другие аскезы, то человек становится очень чувствительным, то есть сильно отличает добро от зла. Вот если, допустим, вы сейчас очень сильно будете отличать добро от зла, но у вас не будет силы принять это, то вы даже не выйдете из зала. Вы скажете, а у нас фестиваль благость проходит. Некоторые так сильно включают фестиваль, потом говорят, Олег Геннадьевич, мы не хотим отсюда уезжать. Давайте останемся на фестивале. Там другая жизнь. Перебрали, наверное, фестиваль. То есть, понимаете, так и пост тоже. Напостился, потом даже за калитку выйти не хочет. Сильно начал чувствовать все. Больше, чем положено. Больше, чем переваривать человеку. Не хватает силы это все переварить, то, что он чувствует. Поэтому правило номер один во время аскез. Делаем регулярно, понемногу. И потом можно увеличивать по мере развития. Но если говорить о посте, то максимум, что вы можете увеличивать, это двое с половиной суток. Это то, что нужно для здоровья и для вашей внутренней силы. Все остальное это для духовного развития или от лукавого для нас. Потому что, как бы, нашему теляте до волка съесть. Какое там духовное развитие, если человек не может просто своей жизнью разобраться. Ну, то есть, не надо лезть в эти дебри. То есть, не нужно пытаться сделать из себя слишком крутого человека с точки зрения аскез. Потому что это часто вредит человеку. Потому что самый неблагоприятный результат аскезы, какой, как вы думаете? Гордость, да. То есть, человек становится очень... Ну, представьте, что делает аскеза, он отдает силу. Я вам сейчас приведу пример. У меня есть один знакомый. Он жил где-то тоже лет 20 назад, жил в ведическом храме. И он совершал большие аскезы, именно пост. То есть, он постился по две недели, там, пост. И он начал обладать какой-то невероятной силой внутренней. То есть, я был свидетелем нескольких его поступков. То есть, первый поступок. Нужно было договориться с одним министром. Прям с министром. Чтобы нас не трогали. Он говорит, я пойду договорюсь. Смотрите, там даже войти туда нельзя было без пропусков. Сначала нужно было... Я не знаю, как сейчас, но сначала нужно было, чтобы у тебя... Ну, то есть, ты встаешь в очередь, у тебя есть талончик там, как туда... То есть, в само здание ты не можешь войти, потому что тебе должен все это показать, как... Или пропуск, что ты сотрудник там и так далее. То есть, мы туда пошли, в это здание. Я вам говорю, как было. Мы туда пошли. Он подходит туда, к охране, говорит, это со мной. Ну, понятно, там одеты, там нормально были. Да, охрана говорит, да, проходите. Я просто опупил. Меня начали ноги подкашиваться. То есть, реально, я смотрю, что происходит. Потом мы подходим дальше. Там очередь стоит к этому министру. У нас нет никаких талончиков. Он говорит, вы встали в конце очереди, говорит, стой здесь. Мы стоим здесь. Открывается дверь, выходит человек. Он говорит, пошли. Мы идем. Человек только выходит, он заходит туда. Секретарша говорит, вы куда? Уже поздно, он уже там. Смотрит на этого министра. Секретарша забегает. Министр говорит, оставьте. Мы поговорим. Садимся. Через пять минут вопрос решен. Второй случай. Фестиваль надо было проводить, религиозный фестиваль. На улице тучи заволокли. Он постился уже где-то дней 12, наверное. Ему говорят, надо что-то делать с тучами. Он зашел в ручей холодной воды. Поднял руки кверху. И на моих глазах тучи разошлись. Я один раз в жизни видел такую вещь. Этот человек деградировал полностью. Причем я там его не видел. Даже полгода после этого не было, чтобы он там остался. И чтобы у него не потекла крыша. То есть он начал такие вещи городить. Понимаете, что страшно было слушать. И он полностью деградировал этот человек. Потом его никто нигде не видел. Понимаете. Причина гордость. Человек сам не переварил то, что он получил. Поэтому силы нужно всегда правило такое. Если ты хочешь какую-то аскезу совершить, ты совершай настолько, насколько тебе нужно для практических твоих моментов в твоей жизни. То есть аскезы нужны для того, чтобы преодолевать препятствия какие-то в жизни. Вот пост нужен для того, чтобы разобраться. Хорошо время поста молиться в это время. И ты разберешь, что тебе делать. Надо использовать как бы Олег Геннадьевич, как справочные автоматы по ответу на вопросы. Вопросик загоняешь, и ответ. Достаточно просто помолиться, попаститься. И все. И как бы сам ответ в сердце приходит. Следующий вид аскезы, допустим, берем, это длительное движение, допустим, бег. Что дает этот аскеза? Эта аскеза дает человеку решимость в преодолении трудностей. Вот он как будто бы бежит по судьбе. Не идет и бежит. Действительно, бег переключает человека на другой ритм жизни. Он становится более работоспособным, более решительным, более спокойным в решении вопросов, более последовательным, продуктивным. То есть это аскеза, и при этом бежать надо в благость. То есть надо слушать лекцию в это время. Духовную какую-то. Не обязательно мою. Я не намекаю ни на что. Честно вам говорю. Я не свои лекции слушаю. То есть бег, как ты как будто бежишь и прорываешься через препятствия. Ты как будто бы преодолеваешь эти препятствия. И там есть переключатель. Когда я начинал бегать три с половиной года назад, я заметил, что у меня как будто бы что-то мешает мне бежать. В какой-то момент, может, через полгода переключатель сработал, и я начал жить в беге. Я почувствовал, что мне комфортно это делать. А до этого я себя заставлял. Сейчас я бегаю 16-17 километров раз в шесть дней. И нормально себя чувствую. Ничего не болит вообще. И препятствия преодолеваются в жизни. Вот именно за счет этой аскезы. Человек может напрячься, и препятствие внутреннее преодолевается. И внешнее тоже. Внутреннее – это всего лишь стадия развития препятствий. Вот, допустим, если вас хотят посадить в тюрьму, это внутреннее и внешнее, или внешнее препятствие. И внешнее, и внутреннее. Теперь вы начинаете совершать какую-то аскезу. И вы не чувствуете, что это препятствие. Чувствуете, что все будет хорошо. Такое возможно или нет? Возможно, некоторые проходили этот урок. Вроде бы тебя должны посадить в тюрьму. Но внутреннего препятствия уже нет. То это первая стадия победной цудьбы. Потом вторая стадия будет влияние называется. На первой стадии непонятно, что будет. Но все будет хорошо. На второй стадии уже понятно. То есть ты начинаешь влиять на ситуацию. Ты можешь знать... Ты понимаешь, с кем поговорить, и как поговорить, и что сделать. И это идет влияние настоящее. И ситуация меняется. У тебя приходит знание сначала, что делать. Потом, как это делать. Потом у тебя полномочия появляются делать. И третья стадия. Те люди, которые тебя должны посадить, они на третьей стадии передумают. Или ситуация не даст им возможности это сделать. И это все происходит с помощью аскез. Запомните, аскезы дают такой результат. Не обязательно бег. Я говорю вообще про аскезы. Самым главным аскезом является все-таки молитва, побеждающая судьбу. Но что такое статические упражнения? Что они делают? Статические упражнения дают возможность сделать то, что я вам сейчас сказал. То есть человек начинает понимать, что на него влияет, как и что с этим делать, и сколько нужно делать, чтобы это сделать. То есть статические упражнения дают терпение человеку. Что такое терпение? Терпение – то, что надулся как такое. Как терпение, оно состоит из нескольких этапов. Первый этап – на тебя влияет что-то, а ты не ломаешься. Это называется терпением. Второй этап – на тебя влияет что-то, а ты не только не ломаешься, но также уже и понимаешь, начинаешь понимать, что с этим делать. И третий этап терпения – это ты не просто понимаешь, что с этим делать, а также и делаешь. Вот, допустим, человек хочет бросить пить. Он совершает статические упражнения, не двигается. Первый этап – он начинает понимать, насколько большое влияние пьянство на него оказывает. Потому что, допустим, если он не совершает аскезы, ему говорят, у тебя пьянство. Он говорит, да нет, мне никакого пьянства. Я хочу пью, не хочу, не пью. А он пьяница уже, понимаете, он не понимает силу влияния, этой силы на него. Но если он неподвижное положение тела совершает и молитву в это время, в какой-то момент он начинает осознавать, что на него есть сильное влияние. И потом он начинает чувствовать, что он справится с этим влиянием. Это следующий этап. А третий этап – это возможность справиться. То есть он начинает справляться. И это все дает статическое упражнение. Просто неподвижное положение тела. Представляете, какая вещь? Или у тебя плохой период в жизни начался, а ты думаешь, обычно люди или валят на кого-то, или на себя. Плохой период начался. Один вариант – сглазили. Надо сходить еще к умным людям. А умные люди – это те, которые говорят целый день одно и то же. Тебя сглазили, тебя сглазили. Они больше вообще ничего не говорят. Только это. И за это деньги получают. И, естественно, ты тоже так думаешь, ты находишь таких людей, и они говорят, ну, конечно же, тебя сглазили. Так помогают эти люди вообще. Колоссальную помощь населению оказывают для того, чтобы опускаться в дерьмо. Но уж когда человек начинает верить в злые силы, это означает, что он в дерьмо попадает. И вот когда человек попадает к такому человеку, там, как он себя называет, астрологом или электросексом, там, экстрасенсом, простите, экстрасенсом, я не знаю это. Не знаю, кем он себя называет. Важно то, что если он вам дает веру в то, что все будет плохо, не знаю, как он называется, сглаз, порча, отворот, приворот, заворот, наворот, отворот-поворот, там, я не знаю, что как бы происходит. Крест одиночества там, крест бездетности, безденежности, безмозговости. Вот. Ну, то есть, какой крест у тебя? Они тебе скажут. Но эти люди, они вам не помогают, они разрушают вашу жизнь. Потому что это все неправда. Правда заключается в том, что есть просто время, а это механическая сила, которая не механически действует на нас. Она нас обескураживает, приводит нас в замешательство. И эта сила всего лишь нужна для того, чтобы мы стали крепче. И все. Больше нет другой цели у нее. Чтобы мы стали крепче, и ее победили. Вот она нужна для того, чтобы ее победить. Все. Больше она ни для чего не нужна. Но если ты поверил вот в то, что ты уже проиграл этой силе, тогда все, ты проиграл. Вот когда человек бежит, он может по этой силе идти. А когда человек стоит неподвижно или там другие упражнения делает, он может ее понять, эту силу. Он понимает, что не он виноват, и не другие виноваты. А просто время так действует. И все. И тогда он может победить уже это время. После этого. Потому что себя считать виноватым, это хорошо для начала. Но всего лишь для начала. Потому что некоторые люди думают, что покаяние означает постоянно долбить себе. Я виноват, я виноват, я виноват. Это надо всего лишь один раз сказать. А потом делать много то, чтобы эта вина прошла. То есть один раз сказал я виноват, и потом долго делаешь то, чтобы этой вины не было. А если ты говоришь, я, я виноват, у тебя неправильная вера просто. Или виноват тот, а другой, что разницы большой нет. И так, что делают аскезы. Они снижают негатив внутренний, укрепляют здоровье, дают возможность человеку терпеть трудности, преодолевают способность настроиться на преодоление препятствий. Препятствия преодолевают бег. А статика, ну, вообще, мы говорим про все аскезы, повышают концентрацию внимания, дают человеку решимость и твердую жизненную позицию. Причем вы скажете, а женщине зачем это все вообще? А разницы здесь нет, женщина и мужчина. Просто есть женские аскезы, а есть мужские. И чем они отличаются друг от друга? Ну, допустим, пост — это больше женская аскеза, потому что женский разум, женщине нужна чистота, чистое восприятие мира. Это ее сила разума, чистота. Поэтому женщине хорошо поститься. Каждая женщина для того, чтобы ее разум был чистым и сильным, значит. Потому что у мужчины чистота разума стоит для него сначала на втором месте, потому что если у него нет силы, а есть чистота разума, он, знаете, он такой как бы все понимает, ничего сделать не может. Понимаете, это не мужская позиция. Мужчина, он как бы не понимает, он лезет, что-то делает, ошибается, ничего страшного. Это нормально для мужчины. То есть для мужчины нужна что? Статические упражнения, динамические упражнения, пост тоже, но на втором месте. Для женщины пост на первом, а статические и динамические упражнения тоже нужны, но на втором. Потому что если все эти три вида аскезы не делать, то человек не будет здоровым просто. И все, даже жить долго не сможет. Давайте вас продиагностировали. Вот допустим, если у вас плохие отношения с людьми, ну не любят вас люди, значит добрые дела не делать. Если вы не понимаете, что делать вообще в бизнесе, что делать, значит пожертвования делать. А если вы как бы все понимаете, и люди вас любят, а сделать не можете, значит аскетизма не хватает в жизни. Разобрались? Нет? А если все сразу, значит всего не хватает. Почему не разобрались? Ну а если ты просто перевариваешь, ты все слушаешь, все, ты можешь всех питать, там проблемы, все, все. А потом в итоге у тебя силы, это не то, что ты на спереди, ни на себя, ни на что вообще, ни на что. Значит не переварил. Не переварил. Когда человек переварил, у него есть силы. Но если все довольны, переварил? Нет. Тогда то, конечно, переварил. Когда все довольны, это значит, ты у них все забрал. Теперь надо это все переварить. Нет. Статические упражнения, динамические упражнения. Аскезы надо совершать. Аскезы. Силы дают. Есть силы. Есть силы. Силы это все надо делать не вечером, а утром. Утром надо. Перед работой. Для того, чтобы вам пойти с работы. Я шагаю с работы усталым. Я люблю тебя. Жизнь. И хочу, чтобы лучше ты стала. Мне немало дано. Жизнь земли и равнина. Морская, то есть любит природу. Неизвестно давно. Бескорыстная дружба людская, то есть дружит, у него набирается сил от природы, набирается от людей сил, потому что он людей любит. Понимаете? Набираться надо силы, копить. И тогда ты будешь с работы радостный шагать. Усталый, но радостный. А если ты идешь в стельку, это значит, что ты хороший человек, у тебя доброе сердце, ты делаешь добрые дела, пожертвования делаешь, потому что ты мудрый, но ты при этом не хватает сил, аскетизм не хватает. аскетизм, аскетизм. Пожертвования это когда ты храм строишь, когда ты освященную пищу раздаешь людям, когда ты жертвуешь священнику, допустим, на его жизнь, монаху какому-нибудь. Бывают люди даже не связаны с верой, но очень глубокие, чистые люди, какая-то бабушка, допустим, мудрая какая-то, и ты ее содержишь. Это пожертвование. Это добрые дела. Добрые дела, благотворительность это одно и то же. Это слово пожертвование вы сейчас называете, его можно везде приносить, можно пожертвовать копеечку, а я говорю сейчас эти термины разделяю технически для того, чтобы вам показать благо. То есть можно по-разному все называть, но я говорю сейчас разделяю эти слова специально, не то, что я меняю слова Ряжогова, я просто специально эти слова разделяю для того, чтобы вы разобрались с сути. Суть заключается в том, что добрые дела делают вас хорошим, привлекательным, а пожертвование дают возможность вам понять, кто хороший, а кто нет. Так они должны быть тайны. Они должны быть такими, что ты, цель же твоя заключается не в том, чтобы прославиться, потому что это уже не то пожертвование, оно на славу все уходит, вся эта энергия. Твоя же цель себе лучше сделать, чтобы ты лучше стал, как личность. Не то, что ты эгоист, эгоист. Просто цель всегда любой деятельности. Принцип такой, во всех священных писаниях сказано, сначала сам стань лучше, а потом сможешь помочь другим. И в этом заключается духовное развитие человека. Если ты сам не стал лучше, как ты поможешь? Поэтому мы и вкладываем свое внутреннее. Но это не означает эгоизм. Это в принципе эгоизм, но эгоизм правильный. В конце концов, мы все эгоисты, вопрос в чем? Если ты в добром хочешь развиваться, хочешь стать лучше, это тоже эгоизм, но это хороший эгоизм. Бескорыстие полное духовное означает человек про себя вообще забыл. Это называется служение Богу. Но это очень сложная тема. Часто люди думают, что они служат Богу, а на самом деле никому не служат. Служение Богу это когда ты про себя забыл уже совсем и все ты для Бога живешь, любишь его и все. То есть это очень высокий уровень, уровень святости. Мы сейчас не берем эту тему, она очень сложная. И часто люди, которые преждевременно ее берут, потом хлебают несолну. Надо разобраться как-то практично, что тебе надо сейчас менять себе, чтобы потом дальше идти выше и выше. Не всем, а своим. Не всем, а своим. А вот когда женщина всем все раздает, это называется аскеза, женская аскеза. я хотел это сказать, что понимаете, женщина, она так интересно устроена, что она счастлива счастьем близким, а не своей. Это ее природа просто. Не то, что она бескорыстная, она счастлива, когда близкие счастливы. И поэтому она и вкладывает в них, чтобы мне было лучше. Как работает женский эгоизм? он имеет более тонкую природу, непонятную. И поэтому мы его прославляем, говорим, женщина заботится о детях, заботится о семье. И мы говорим, женщина хороший человек, мне хороший эгоизм женщины, потому что она всех вкладывает. Но если вы хотите делать пожертвования или добрые дела, тогда знайте, что это должно выйти за круг ваших близких. Но это называется женская аскеза, кормить птичек, кормить бабушек на улице, кормить бездомных. Максим, кормить птичек, мяушек, Моя